Здравствуйте, Татьяна Викторовна. Добрый день, уважаемые коллеги. Рада вас всех видеть. И правда, уже соскучилась. Давайте же скорее начнем говорить про игровую коррекцию поведения. Напоминаю, что в чате можно задавать вопросы, рассуждать, делиться, может быть, какими-то своими наработками. Это тоже будет очень здорово. За чатом я смотрю, поэтому ваши вопросы не пропускаю. Поставьте огонечки слева от чата, если меня хорошо видно и слышно. Ну и давайте начнем говорить про эту тему. Но вообще эта тема одна из самых любимейших. И не зря. По проведенным исследованиям понятно, что игровая коррекция поведения очень эффективный метод работы с детьми. И эффективность очень и очень высока. И хорошие результаты он приносит. Зачем это нужно? Что такое игровая коррекция? Игровая коррекция – это очень хороший способ для детей скорректировать свое поведение. Для нас научить детей корректировать свое поведение и сделать это мягко, не прибегая к наказаниям, к нравоучениям, к каким-то резким высказываниям и вообще не прибегая к тому, чтобы указывать ребенку, что делать. Потому что в игровой коррекции ребеночек работает сам и в процессе игры сам меняет свои модели поведения. Здорово, правда? Кроме того, в игровой коррекции можно научиться выражать эмоции, можно научиться взаимодействовать с другими людьми, сделать много чего еще безопасно, корректно, мягко. Поэтому это все очень замечательно. Что это такое игровая коррекция? Это форма работы, основанная на целенаправленном использовании игры как инструмента для решения педагогических и психологических задач. И вот теперь вопрос в чат. Смотрите, наши дети, в принципе, играют почти все то время, которое они находятся в детском саду. Как вам кажется, что значит использовать игру как инструмент? Ведь мы игры используем постоянно. Чем отличается игра и использование игры как инструмента для решения задач? Пишите, пожалуйста, в чат, как вам кажется, что именно, какие нюансы есть в этом направлении нашей работы. А я пойду дальше. Особенности метода. Во-первых, игровая форма, она помогает детям легче решать все задачи. Потому что вопрос, сам процесс обучения, он достаточно приятный для детей. Ну и согласитесь, если скажешь ребенку, пойдем поиграем, он, конечно же, побежит играть. А если скажешь, пойдем сделаем это упражнение и решим эту задачу, тогда еще вопрос, пойдет ли он с вами или нет, будет ли он замотивирован на решение задач или нет. Кроме того, формат игры предполагает, что ребенок в ней активно участвует. То есть, сам процесс происходит внутри игры. Мы становимся наблюдателями в этом деле, теми, кто немножко поощряет ребенка, направляет ход игры. А игра делает сама себя. Коррекционные задачи в формате игры незаметны. То есть, мы не говорим ребенку, что мы сейчас с тобой поиграем в игру, и ты научишься концентрировать свое внимание на самых нужных вещах. Ничего подобного, мы это не говорим, и для ребенка игра не получается какое-то скучное упражнение. Вот уже ответы есть. Инструмент направляем ребенка к определенной цели. То есть, в игре, как в методе коррекционной терапии, есть всегда цель, и эту цель определяет педагог. То есть, в игре должна быть цель, совершенно верно. Что еще? В игре можно попрактиковаться, то есть, не только что-то узнать, но и сразу же попрактиковать. Причем, игра вообще от реальной жизни отличается тем, что игра – дело безопасное. Да, там не идет речь про жизнь и смерть, там идет речь, ну, в самом страшном случае про выигрыш и проигрыш. А еще много таких игр, где выигрыш и проигрыш вообще даже не запланированы и выигрывают все. Поэтому здесь не страшно пробовать, экспериментировать, и игры очень хорошо работают именно на детях дошкольного возраста. Что еще? Инициативность, поддержка инициативы детей. То есть, как я уже сказала, когда мы работаем в игротерапии, мы должны вот большую часть активности передать ребенку, субъектность ребенка. И, кроме того, игры должны быть разнообразными, доступными для детей. И мы можем одну и ту же задачу прорешать в нескольких играх, и они могут повторяться, а задача будет одной и той же. То есть, с одной стороны, это повторение обучения, но ребенок это опять-таки не понимает, потому что каждый день мы к нему приходим с какой-то новой игрой. И это замечательно. То есть, подводя итог к такому вступлению, моему ресурсы игры велики, и нам из них можно черпать и черпать. То есть, естественность и привычность для ребенка, безопасность и безоценочность, то есть это большой ресурс, который помогает ребенку расслабиться и начать экспериментировать. Интерес и азарт позволяют решать очень трудные задачи и позволяют ребенку повторять, не повторяя. Это тоже очень хорошо, потому что, например, попроси ребенка для оттачивания какого-то навыка повторить его 10 или 15 раз, то он сдастся на третьей попытке. А если все это будут раунды игры, и в каждом раунде история будет разворачиваться по-другому, то этих раундов можно сыграть и 10, и 15, и если дети увлекутся, то еще и больше. И чем еще хороша игра, что мы можем в оболочке игры смоделировать вообще любой кусочек жизни. Семейные отношения, пожалуйста. Роли в обществе, в социальном, пожалуйста. Тут вам и магазин, и парикмахерская, и все. Повторение правил, пожалуйста. Игры по правилам, пожалуйста. Вот все, что хотите, можем вводить в оболочку игры и детям предоставить. И они таким образом проигрывают жизнь и учатся в этой жизни вообще взаимодействовать. Чуть-чуть совсем про историю метода. Вообще методу уже скоро 100 лет, и как раз в 1930-е годы в русле психоанализа, психоанализ колыбель всей психологии современной, и там возникли вообще первые мысли о том, что игра для ребенка естественна, и тогда игру использовали для того, чтобы понаблюдать за ребенком и провести психоаналитическую диагностику. То есть ребятам предлагали игры, игрушки, и ребята, играя в игры, давали доступ к своему бессознательному, показывали, давали возможность наблюдателю понять, о чем ребенок думает, о чем он беспокоится, что его тревожит, какие у него может быть травмы есть. Поэтому игра использовалась вначале как диагностический метод, а затем уже начали использовать и как терапевтический метод. И в 70-80-е годы, когда вначале за рубежом, а также и в России, начали работу с детьми с СДВГ, с детьми с инвалидностью, появились целенаправленные программы игротерапии, которые работают с детьми нормотипичными, как мы называем, и с детками с разными состояниями, которые требуют нашего пристального внимания. Сегодня об этом тоже поговорим. Где сейчас используется игротерапия? Спрашивают иногда коллеги, если я педагог, могу ли я использовать игротерапию? Может быть, это инструмент только в психологии, и я не имею права это делать. Игротерапия используется и в психологии, и в педагогике. Просто цели и задачи будут разные. В психологии используются больше психотерапевтические игры, есть и такие. Психокоррекционные, нейрокоррекционные используются и в педагогике, в дошкольном и даже школьном образовании. Что могут сделать педагоги с помощью игровой терапии? Коррекция нежелательных моделей поведения у детей, например, и чаще всего это агрессия, дальше это неуверенное поведение, страхи, тревоги детские, проблемы с коммуникацией и много чего еще. В психологии игра служит хорошим диагностическим инструментом, а также терапевтическим инструментом, позволяя ребенку в игре проигрывать свои душевные переживания, какие-то очень глубокие вещи, которые ребенка напрягают и не дают ему развиваться дальше. Специальное образование для детей, которые имеют особые образовательные потребности, игра чаще всего просто палочка-выручалочка, потому что, особенно когда у ребенка снижены когнитивные способности, то ему целенаправленная учебная познавательная деятельность чаще всего сложна, чего не скажешь про игровую деятельность. Дети играют с огромным удовольствием в любом своем состоянии, поэтому можно найти, придумать, сочинить много-много игр, которые будут помогать детям в разном состоянии. И сегодня я покажу примеры, как можно использовать игровую терапию с детками с СДВГ. Прям большой раздел будет у нас посвящен этому. Ну, просто я знаю, что дети с СДВГ у вас в группах есть, их по 2-3 человека в группе, и это большая сложность. Также мы посмотрим несколько игр, которые подходят для детей с расстройствами актистического спектра. Ну, и опять-таки эти игры можно применять и в других ситуациях. И социальные навыки, игры, которые дают возможность попрактиковать общение, заполнить пробелы в коммуникативных знаниях ребенка и научить ребенка общаться в любые ситуации. Казалось бы, дети общаются в группе целый день, но с помощью игры мы можем разнообразить круг ситуаций, в которые ребенок попадает и в которых он общается. Ну, и основные принципы еще раз, прежде чем мы перейдем с вами уже к такой практической части. Основные принципы, что мы должны предусмотреть, если мы вводим игры, ну, и как бы игры тестируем на пригодность. Прежде всего, это доступность. Игра должна быть понятна и доступна для детей. И часто мы идем методом проб и ошибок. Например, вы можете принести в свою группу или в класс игру, и вдруг понимаете, что дети в эту игру играть не могут, потому что им сложно. Поэтому у игротерапевта обязательно, ну, как у фокусников, в рукаве должно быть парочку кроликов. И обычно, когда я планирую занятия с детьми, чем младше группа, тем больше запасных вариантов. То есть в плане пишем, ну, план, который для себя, да, который не парадный, вот для себя пишем, мы будем проводить эту игру или эту, или эту, или еще вот эту, если первые три вдруг почему-то не подойдут. Про доступность можно посмотреть и с другой стороны, и не приносите детям игры заведомо легкие. Потому что дети у нас достаточно сейчас критичны, да, и если игра будет легкая, тогда дети скажут, фу, ну, что это такое, малявки в эти игры играют, мы в них играть не будем. Второе – это разнообразие игровых форматов. Игр очень много и игровых форматов тоже достаточно много. Ну, например, если мы возьмем такую распространенную проблему, которую хорошо решать именно в игротерапии, как самоконтроль, то есть умение вообще каким-то образом контролировать свое поведение для детей с СДВГ, это проблема такая существенная. Хоть как-то реагировать на голос воспитателя, вот у кого такая проблема есть, дети вас не слышат, не видят, носятся, а вы как будто для них прозрачны, если эта проблема есть, ставьте огонечек. Вот, реагировать на голос воспитателя, то мы можем вот даже на эту тему взять несколько подвижных игр, например, несколько игр настольных даже, игр, это могут быть какие-то игры типа квестов, это могут быть игры, например, головоломки. Вот, разные игры, и каждый из этих игр будет работать со своей стороны, но все они будут работать на одну и ту же тему. Интерактивность, взаимодействие в игре, то есть игра, она никогда не проходит в одиночку, и всегда берите игры, в которые вы можете с ребенком повзаимодействовать, поиграть с ними. Ну, и есть еще такое умение у игропрактиков, у игротерапевтов, как в игру вносить дополнительные какие-то вещи. Ну, вот, мой напарник, игротерапевт, очень часто, когда дети хорошо играли в игру, было понятно, что все уже в игре сложилось, герои подружились, герои что-то сделали, он с таким загадочным лицом говорил, а теперь у нас условия меняются, и на нас надвигается шторм. И все меняется, и детям приходится снова решать игровую задачу, но уже на более сложном уровне. Ну, и поддержание интереса, следите тоже за этим, поддерживайте инициативу, не бойтесь того, что дети переиначивают правила игры, так тоже бывает, не бойтесь того, что дети выходят за пределы правил игры, это на самом деле очень классные вещи, которые говорят о том, что ваши дети креативны, умны, сообразительны, а вы просто замечательный педагог. Ну, и теперь про логику построения занятий. Мы имеем в виду занятие, которое построено на игровых методах. Например, мы берем какую-то тему, у нас сейчас с вами будет несколько тем прямо в логике построения занятий, берем какую-то тему и начинаем выстраивать несколько игр друг за другом, для того, чтобы эту тему хорошо с детьми проработать. Так вот, первая логика от простого к сложному. То есть, если вы берете новую тему и в игре, что это может быть? Это может быть игры на развитие памяти, на развитие внимания, пространственных представлений, коммуникации, умение конфликтовать, умение сдержать свою ярость. Вот хоть что, что угодно, вы начинаете с простых игр. И после того, как вы понимаете, что игра усвоена, вы переходите к более сложному материалу. Поэтому игр должно быть много. Дальше. От общего к частному. Если вы также входите в новую тему, то вы эту тему дробите на какие-то составляющие части. Вот я сейчас предлагаю, чтобы не было скучно сидеть, потому что всегда скучно сидеть в вебинаре, когда кто-то один говорит, а ты ничего не делаешь и слушаешь. Попробуйте в чате набросать составляющие части такой проблемы. Ребенок с СДВГ. Какие цели мы должны и можем решить в игровой терапии, чтобы ребенку с СДВГ стало получше, нам поспокойнее, а родители хотя бы немножечко передохнули. Пишите, пожалуйста, в чате, не стесняйтесь. Цели игровой терапии для ребенка с СДВГ. А мы потом с вами сверим, что называется, наши карты. Я дальше. От общего к частному. То есть мы берем какую-то общую тему, решили мы, например, поработать с развитием памяти детской, и мы даем игры, например, на зрительную память одну игру, на слуховую память, на телесную память, на что-то еще, а потом придумываем игру, в которой ребенку нужно будет сразу воспользоваться всеми видами памяти и запомнить некий такой комплексный объект. Это я, к примеру, говорю. Или мы даем серию игр на развитие пространственных отношений, и тогда мы, следуя от простого к сложному и от общего к частному, вначале можем дать игры на ориентирование в своем теле, ну, узнать хотя бы, где у тебя право-лево, вот эти вот вещи вперед-назад, вверх и вниз. После этого даем игры на ориентирование в комнате, затем, например, игру на ориентирование в листе бумаги, и потом еще какое-нибудь то, что называется ориентирование в тексте. Ориентирование может быть по картинкам, найти начало, конец, серединку, какой-то сказки и так далее. Вот, это будет тоже движение от общего к частному. Ну, и если мы планируем комплексное занятие, то, пожалуйста, учитывайте еще и наработки нейропсихологии. Сейчас об этом не говорю, потому что точно знаю, что с нейропсихологией уже все-все-все знакомы. Про три отдела головного мозга все знают. Ну, и просто обратите внимание, что любые игровые занятия мы начинаем с упражнений на тонус, то, что называется разогрев. Вот у спортсменов есть разогрев перед основной тренировкой, у нас он тоже должен быть. И это должны быть какие-то упражнения, например, на дыхание, на телесные упражнения, на сжатие, расслабление и так далее. После этого даем упражнения на навыки, а в конце занятия упражнения на коммуникацию, планирование и другие социальные навыки. Вот примерно так строятся логики построения занятия. Ну что, про СВД никто не стал писать? Ну ладно, расскажу сама. Ничего. Как мы организуем игровой процесс? Для начала, как уже коллеги сказали, написали в чате, мы определяем цель. Цель нашей игровой терапии. Что мы хотим с помощью нее сделать? После этого мы начинаем подбирать методы, основываясь на той информации, которую я уже сказала, простого к сложному и так далее. После этого мы думаем про создание безопасной среды. Коллеги, это очень важно, сейчас тоже об этом расскажу. И еще думаем о том, как это занятие будет вписано в целый процесс. То есть, ни одно занятие в игровой терапии не сработает само по себе. И, например, вы решили научить ваших детей саморегуляции, но, к примеру, такой замечательной вещи, как слышать ваш голос и останавливаться, либо менять свои движения, ориентируясь на ваши команды. Если вы сделаете это один раз, то результата не будет. Здесь важно повторение. И вы должны запланировать серию игр на одну и ту же тему, с усложнением, с повторением. И тогда через какое-то время вы увидите результат. Да, это не быстро, но, поверьте мне, здесь есть тоже огромный плюс, потому что этот результат будет очень стойким. То, что мы в игровой терапии прорабатываем многократно, это очень стойкие результаты. Про безопасную среду. Здесь обратите внимание, что безопасность может быть физической и может быть еще психологической. Физическая безопасность здесь, конечно же, всего не предусмотришь, но здорово бы идти на шаг вперед, потому что многие игры, многие игры, казалось бы, абсолютно безобидные, они могут привести к слезкам, детским травмам и к чему-то еще. Ну, например, несколько раз получалось так, что игры с канатом приводили к тому, что либо канат попадал по ногам ребенка, и он начинал рыдать, либо если это, ну, что-то типа перетягивания каната, то это приводило к мозолькам на нежных детских ручках, и, ну, вот все это не очень хорошо. Ну, и также предусмотрите, если дети прячутся, и кто-то с завязанными глазками идет искать, например, в игре, чтобы он не врезался в какие-то столы, стулья, ну, например, когда у нас детки играют в жмурки и разные вариации жмурок, то есть вводящие с закрытыми глазами, детям запрещено садиться и ложиться, потому что лежащего участника игры очень легко споткнуться, и слезы будут и у того, и у другого. Это физическая безопасность, ну, и психологическая безопасность. Обратите внимание на то, что в выигры должны оставаться все. Вот психокоррекционные игры, мы их часто подбираем так, чтобы либо все дети поучаствовали и выиграли, да, например, каждый ребенок ведет раунд, и мы даем ему возможность выиграть, либо чтобы вообще не было идеи про первое, второе, третье место в этой игре. Такие игры тоже бывают, их много, но обратите внимание, что у ребенка не должно быть фрустрации. Он не должен после игры уходить от вас обиженным, расстроенным и так далее. Но мы совсем не о том работаем. Вопрос. Подскажите, пожалуйста, как вы снимаете агрессивность у ребенка? И проявление агрессивности у ребенка это копирование поведения взрослого. Снятие агрессивности у взрослого это другие подходы, чем подход к ребенку. Я стараюсь отходить от таких вопросов. Правильно ли это? Смотрите, вопрос такой многогранный. Вот по поводу агрессии сейчас у нас будет как раз небольшой раздел, и я о нем поговорю. По поводу агрессивных взрослых здесь агрессия, она может быть разная. И люди могут быть разные. Например, коллега или родитель вашего ребенка, который пришел к вам, но с деловым вопросом, например, и он проявляет при этом агрессию. Это одно дело, а другое дело, если вы в темной подворотне встречаете кого-то с предметом, похожим на ружье. Здесь будут, конечно же, разные стратегии. Если вы в деловой обстановке и понимая, что вашей безопасности ничего не грозит, физической безопасности, вы можете поработать с агрессией другого человека. Если это физическая опасность для вас, то нужно очень быстро оттуда убегать, и здесь все правильно. отходить от таких взрослых. То есть здесь уже всегда выбор ваш, и он зависит от ситуации и степени агрессивности. Агрессивность у ребенка поснимать через игровую терапию можно, но и честно говоря, мне кажется, только так и можно, потому что никакими уговорами, наказаниями, поощрениями агрессивность не снимается, потому что это эмоция, укорененная глубоко в теле. Сейчас чуть-чуть попозже об этом будем говорить. Проявление агрессивности у ребенка может быть копированием поведения взрослого, но здесь есть все равно элемент воли. Детки, даже самые маленькие, они все равно обладают свободой выбора, и он может скопировать агрессивное поведение и подумать, если это привело к ожидаемым результатам, он будет это поведение повторять. Если это не привело к ожидаемым результатам, он это повторять не будет. Ну, например, мальчик скопировал агрессивное поведение папы, он пришел в группу, и группа оказалась на редкость доброжелательная. Вот он ходит, думает, с кем бы подраться, и подраться не получается. Когда вдруг у него внезапно получается подраться, он кого-то спровоцировал, то он понимает, что вот когда папа дерется, это как-то у папы получается, а у него вот в этой ситуации не получилось. То есть никаких плюшек он, условно говоря, за это не получил. И он в какой-то момент для себя решает, что ну папа пусть дерется, а вот в этой группе лучше обходиться без драк. И тогда ребенок пересматривает свое поведение. Ну и вообще любая модель поведения, она используется ребенком, потому что это ему выгодно. Вот одна эта мысль приводит к тому, что мы начинаем по-другому смотреть на поведение и по-другому действовать. Детско-родительские отношения, где ребенок агрессивен к своей маме. Ваши советы об этом. Светлана, смотрите, мы сейчас от темы уйдем сильно далеко. Времени не очень много, а игр впереди много-много. Давайте сделаем так. Я предложу на этой замечательной площадке тему агрессии. Мы ее рассмотрим на вебинаре. А вы туда придете. Хорошо? Просто тема очень глубокая, и она вот на целый вебинар, а то и на учебный курс тянет. Ну, я услышала. Агрессивно к своей маме. Здесь, видите, получается еще и треугольничек, потому что непонятно, что мама делает. Да, в этом случае, как мама к этому относится. Она же тоже обладает своей волей. Ну и тоже важно. Движемся дальше. Этапы психокоррекции. Ну, здесь все очень просто. Определяем проблему, готовим игры, проводим, и дальше даем себе обратную связь, оцениваем результат, как он получился. Ну, и немножечко совсем про роль взрослого. В чем заключается здесь роль взрослого? В том, чтобы создать саму игровую атмосферу, чтобы поддерживать мотивацию ребенка, чтобы создавать безопасность, вовлеченность, поддерживать интерес, если угасает интерес, придумывать еще одну серию к этой же игре, ну, и вести детское внимание, управлять им как лидер. Как я уже сказала, коррекционные игры могут быть разными. Это и подвижные игры, игры-спектакли, творческие игры, головоломки и так далее. Ну, и давайте мы уже попробуем перейти к играм, которые корректируют определенные ситуации. Ну, вот поскольку тема агрессии горячая, давайте начнем с нее, а потом к страхам вернемся. Итак, вообще коррекция агрессии. Если мы возьмем... Вот сейчас, смотрите, кто тему задавал, тот и работает. Да, хорошо. Если мы возьмем саму ситуацию агрессии, тогда в этой ситуации какие у нас отдельные проблемы есть? Есть проблема точно неумения контролировать свои эмоции, потому что, ну, в принципе, агрессия есть у любого человека, но мы ее контролируем. И когда нам что-то не нравится, мы идем договариваться, а не лезем в драку. Да, ведь агрессия, в принципе, у любого человека есть с рождения. Это врожденная эмоция, врожденное состояние. Вот. То есть ребенок почему-то не умеет регулировать свою агрессию. И нам надо выяснить, почему. Либо у него не работает физиологический механизм, то есть тормозная функция нервной системы запаздывает, не осуществляется. Либо у него с физиологией все в порядке, но он не считает нужным это делать, тогда это выученные модели поведения. То есть мы должны ребенка научить на уровне тела себя притормаживать, когда это надо, на уровне поведенческих механизмов помочь выработать еще другие модели поведения и показать ребенку результат. То есть можно вести себя агрессивно, а можно не агрессивно. Когда ты ведешь себя не агрессивно, то ты получаешь больше радостей от этой жизни. Ребенку это нужно доказать, ну и тогда все будет хорошо. Несколько игр для коррекции. Да, ребенок не очень, как раз по двум причинам. Первая причина физиологическая, потому что тормозная функция нервной системы не работает, а вторая поведенческая, у него нет моделей, нет моделей, как себя успокоить. Вот несколько упражнений, например, погоня за эмоциями. Как в нее играется? Дети выбирают животных в себе, каждое свое животное, и после этого каждый ребенок выбирает в себе эмоцию. Может быть, это будет эмоция злости, ярости, радости, спокойствия и так далее. И когда воспитатель говорит, например, сейчас у нас зайчик чердитый, то всем нужно догнать зайчика сердитого, а он будет вести себя сердитым. Когда воспитатель говорит, а сейчас у нас зайчик веселый, то зайчику нужно вести себя весело, а ребята будут за ним бегать, и ему нужно вести себя весело. Таким образом, на уровне игры, в этой игре ребенок обучается разным моделям поведения. То есть он умеет выражать гнев и ярость, а тут его еще научили выражать веселье, удивление, спокойствие и чего-нибудь еще. Этот опыт у него уже есть, и этот опыт становится и телесным опытом, и духовным опытом, и поведенческим. Очень важно для детей агрессивных дать возможность почувствовать свои эмоции. Почему? Потому что ребенок, который бросается в драку, его чувствительная часть, его эмоциональный мир так устроен, что он начала агрессии не видит. То есть у агрессии все равно есть некая такая шкала насыщенности. Когда ребенку чуть не нравится, он испытывает раздражение сначала, потом легкую злость, потом уже ярость, и тогда бросается в драку. Так вот, очень часто дерутся дети, которые раздражение свое не чувствуют совсем. То есть он раздражение не чувствует, оно копится, и в какой-то момент ребенок взрывается и сразу же переходит к драке. А если бы он почувствовал раздражение и отреагировал на него, тогда бы он решил вопросы на этом уровне, и драки бы не случилось. Поэтому еще одно упражнение «Цветной мир», когда мы раскрашиваем каждую эмоцию и говорим ребенку, ну например, нарисуй злость. Нарисуй злость, какого цвета у тебя злость, ну черная. Нарисуй раздражение, оно какое, синее. Можно еще попросить, покажи, например, эту эмоцию в своем теле. Вот как эта эмоция в твоем теле, где она у тебя живет. Ну вот здесь вот, ты ощущаешь, что, ну да, теперь ощущаю, ну и так далее. Вот можно поработать вот с такими темами и научить детей лучше чувствовать свои эмоции. Игры для развития коммуникации. Еще тоже очень важно для агрессивных ребятишек. Почему они дерутся, если они принесли вот это умение семье, это значит, что они по-другому коммуницировать не умеют. То есть если в их семье коммуницируют только и на языке кулаков, у ребенка другой язык не выучен. И мы можем, например, поразвивать его коммуникацию через игры, например, эмоции и жесты. Когда мы просим ребенка выразить злость, например, не словами, а жестами. Но это не будет драка, а нужно просто руками, не касаясь другого человека, выразить каким-то образом свою злость и ярость. Или попросив ребенка убрать ручки за спину, например, выразить злость, ярость и другие эмоции с помощью только лицевых мышц, с помощью мимики. Еще вариант – это сказочные персонажи. Здесь тоже вы можете изобрести любые игры. Я специально не стала писать определенные игры, потому что здесь мы будем делать под задачу. Всегда работаем под задачу. И здесь мы можем взять сказочных персонажей и сценочку, например, придумать, как один персонаж зазлился, а другой персонаж каким-то образом на это отреагировал. Или один персонаж, что зазлился, побежал с кулаками, это не помогло, тогда он стал придумывать другие варианты. Если не очень получается сочинять, то уже, как Татьяна Викторовна сказала, слава богу, что у нас есть нейросети. В нейросети вам создадут любой сюжет, нарисуют картинки, вообще все что угодно. И таких игр можно придумывать просто бесконечно много. По агрессии я чуть-чуть сказала, давайте попробуем рассмотреть еще ситуацию с ДВГ, потому что всегда коллеги просят рассказать об этом. В чате никто не написал, поэтому рассказываю сама. Смотрите, как мы можем действовать и думать, когда мы разрабатываем какую-то целую игровую программу. Ну, например, берем проблему с ДВГ. Какие у нас здесь проблемы? Слабый самоконтроль, себя ребенок не контролирует, внимание рассеивается, навыков саморегуляции нету, ноги сами по себе, руки сами по себе, а цели полагания нет. Сначала сделал, потом подумал, зачем это я сделал. Ну, вот просто вот широкими мазками определенные проблемы с ДВГ. Ну, исходя из этих проблем, мы даем задачи. Развить навык саморегуляции, произвольное внимание, навык планирования и наладить коммуникацию, например. Ну, и теперь по несколько игр просто на каждую задачу. Смотрите, саморегуляция. Здесь у нас игры идут по возрастающей. Но, опять-таки, это мой опыт. В вашем опыте, может быть, полезно будет использовать игры в другом порядке. Игра на тему «Стой, беги», то есть вы даете команды, дети останавливаются, либо бегут. Игровая оболочка может быть любая. Можете тоже писать в чат. Лисы и воробьи, мишки и мышки, воробьи и вороны, кошки и мышки, хоть кто. Там троллейбусы, автобусы. Но самое главное, что ребенок должен научиться менять способ движения по вашему сигналу. Второе – на выдержку. Тишина в классе или тишина в группе. Вы говорите, сейчас мы целую минуту будем молчать. Целую минуту молчать. Тот, кто промолчит целую минуту, тот выиграет. Если кто-то не промолчал целую минуту, он из игры выходит. Но вот здесь психологическую безопасность соблюдаем. Если ребенок вышел из игры, потому что он заговорил, мы говорим, так, ты сейчас будешь судьей, смотри внимательно на всех, чтобы никто не заговорил раньше времени. Но обычно минутку-то все выдержат, и мы говорим, вы молодцы, все победили. Можно кричать дальше. Следующая игра – «Черепашки на солнце». Дети двигаются медленно. Почему здесь черепашки? Потому что для ребеночка с СДВД двигаться медленно – это уже такая хорошая задача на развитие. При остановке музыки нужно замереть. Ну и вообще здесь научиться медленно двигаться – это тоже очень важно. Шумные тихие. Тоже, смотрите, не пишу прям сюжеты игр, потому что можно делать все, что угодно. Ну, как вариант красный, желтый, зеленый. Мы говорим, вот смотри, сигналы светофора. Красный – все молчим. Желтый – можно говорить шепотом, зеленый – можно кричать, как хотите. А кто проворонит сигнал светофора, тот из игры выбывает. Вот, пожалуйста, здесь уже мы идем на усложнение. Если, например, в игре «Стой, беги» у нас было два состояния, здесь уже три, и здесь уже более четкий контроль, должен быть больше внимания у самого ребеночка. Игры на произвольное внимание. Следующая наша тема. Ну и как вариант игры. Например, найди предмет. Вы устанавливаете предметы, и дети должны, ну вот, кто быстрее, найти объект среди других предметов. Здорово работает с лего. То есть, если россыпь лего, и вы просите, например, найди, пожалуйста, коричневый кубик с двумя штырьками или пупышечками, то его найти очень сложно. И здесь нужно очень хорошо сосредоточить внимание. Но зато уж если вытащил коричневую штучку, вот эту, то радости не будет предела. И обратите внимание, что вы можете играть в эту игру очень долго. Победителей будет много. Ну и здесь можно чуточку подыгрывать. Например, вы, если видите, что ребеночек не может выиграть, то вы называете какой-то предмет, который прямо перед его носиком лежит, он его, конечно, тянет быстрее других. «Слушай и выполняй». Здесь уже взрослые называют команды, которые дети должны выполнить. Можно их тихо произносить, можно по нескольку команд сразу. Тоже разные игровые оболочки. Разведчики, роботы, хоть кто. Угадать, что изменилось. Тоже серия игр любых. Можно играть с игрушками на столе, можно играть с детьми. То есть, когда один ребеночек выходит из группы, и дети что-то меняют. Например, три изменения в носе. Кто-то бантик переставит, кто-то гольфик спустит. И ребенок, который зашел, должен увидеть эти изменения. Ну и кто быстрее? Можно разложить карточки. Животный транспорт, вообще любые другие карточки. Быстренько разложить, потом убрать. И дети должны кто быстрее рассказать, чего они тут видели. Мемы, разные другие игры на то, чтобы развить произвольное внимание. Опять начинаем с простых игр. Идем к более сложным. И задачу постоянно усиливаем, усложняем для ребеночка. Еще. Шумный круг. Дети передают мяч, и при этом произносят или показывают движение. Остальные должны это повторить. Здесь смотрите, какая интересная вещь. Нужно это услышать в шуме, в зашумленном пространстве. И это как бы еще одна тренировочка на внимание. Следуй за мной. Тоже ребята очень любят эту игру в разных проявлениях. Один ребенок выполняет движение, остальные повторяют. Можно тоже разные варианты сделать. Стоя, сидя, в круге и так далее. Ну и еще одна задача для детей с СДВГ, это научиться планировать. И здесь несколько игр на планирование. И это будут игры-квесты, либо игры ролевые. И пожалуйста, вам путешествия в страну игрушек, нужно выбрать игрушку, запланировать маршрут, пройти этот маршрут четко по своему плану, обдумать игру. То есть сначала составить план, потом его выполнить. Очень хорошая игра для детей с СДВГ. Кулинарные фантазии. Что-то приготовить из готовых продуктов. То есть сначала нужно выбрать блюдо или рецепт, потом для него сходить подобрать продукты, потом по очереди эти продукты положить в кастрюлечку. Но здесь материал для игр любой. Это могут быть карточки, это могут быть муляжи, фруктов и овощей, игрушечные кастрюльки, тоже все, что хотите. Строим город. Игры с конструктором. Здесь тоже, смотрите, игры с конструктором дети, конечно же, играют, но здесь есть нюанс. То есть мы сначала город планируем. Где какие дома, где какие улицы будут располагаться, как будут располагаться дома. И после того, как все спланировано, уже берем инструмент, берем материал и начинаем строить. Корректировки вносим уже в процессе работы. Умный покупатель. Нужно сходить в импровизированный магазин, но перед этим составить маршрут, составить список покупок, выбрать покупки по списку. Ну, как я понимаю и как я точно знаю, что по такому же принципу вы можете придумать еще 100 миллионов. Игры, суть здесь одна. У нас сначала есть план, и ребенок создает план, а потом он по этому плану должен действовать. Ну и игры на развитие коммуникации. Это уже как бы вторичное нарушение у детей с СДВГ, потому что в силу своей шустрости и непоседливости они очень плохо сходятся с детьми. Дети их часто считают непонятными, какими-то странными и не хотят с ними дружить. Поэтому варианты такие, как сказочная страна, то есть придумать страну, разобрать роли и поиграть. Игра «Следуй за мной», тоже сюда подходит очень хорошая игра на коммуникацию. Глухие телефончики. Игра «Кто я?», то есть детям выбираем персонажа, берет карточку, он не видит, кто он, но он должен задавать вопросы другим ребятам, и они ему подсказывают, кто он. Ребенок должен отгадать, кто он на самом деле. Игра совершенно разная. Дети называют три факта о себе, причем один факт может быть правдой, и два факта – это выдумка. И другие дети должны понять, а какой факт правда, а какие факты выдумка. Мимика и жесты. Ну, что-то типа крокодила, все варианты крокодила, батискафа и других игр, где дети другим детям передают информацию с помощью мимики, жестов своего тела. История по картинкам. Дети добавляют фразы к истории, и все вместе пишут, создают историю по картинкам. Вот, это игры на коммуникацию. То есть еще раз мы сделали себе план, мы сначала создали цель помочь ребенку с СДВГ, разделили эту цель на задачи проблемные, на каждую задачу подобрали игры, располагая их от простого к сложному, в эти игры поиграли. Ну, и точно знаю, что если вы будете такие вот планы использовать, результаты будут, результаты очень хорошие. Просто замечательные. Этот метод игровой работает хорошо. Немножечко по поводу рас. Здесь совсем немножечко, только покажу, какие могут быть игры. Причина здесь простая, потому что у нас дети с раз, это такой очень широкий круг разных состояний, от почти незаметных до состояний достаточно сложных. И здесь я могу просто не попасть в ваши запросы. Поэтому цели общие для всех деточек с раз, и несколько игр, опять-таки, как примеры, чтобы вы могли подбирать похожие. Какие у нас цели игровой коррекции? Первая цель, конечно же, это развитие коммуникации, умение социально взаимодействовать с другими людьми. Здесь уже мы не опираемся только на вербальную коммуникацию, потому что у нас много видов коммуникации, много каналов связи, и чем больше каналов мы задействуем, тем ребеночку будет легче. Иногда дети с раз, которые плохо владеют речью, прекрасно осваивают другие каналы коммуникации, и когда они их осваивают, вдруг включается речь. Так тоже бывает. Дальше снижение уровня тревожности и стресса. То есть здесь будут игры адаптационные, которые помогают ребенку привыкнуть к какой-то новой ситуации, и формирование навыков. Но это тоже социальные навыки. Активное слушание, выражение эмоций, то есть умение видеть, понимать другого человека. Навыки для деточек с празд очень сложные. Несколько игр расположила их по усложнению. Эмоциональная мозаика самая простая, когда вы просите ребенка подобрать карточку с настроением, похожим на его настроение. Потом вы можете покорчить рожицы, поиграть с ребенком, чтобы он подбирал карточки с эмоциями, похожими на вашу эмоцию. Потом попросить других детей попорчить рожицы, ну и так далее. То есть мы помним, что в работе с детьми мы действуем очень осторожно и постепенно, начиная с самых простых вещей. Игра уже сложненькая для деток, у которых уже есть социальное взаимодействие, и вам его нужно только улучшать. Ребенок, например, выбирает персонажа и играет с вами, общаясь из роли этого персонажа. Тоже такая игра, ну скажем так, для средней степени выраженности. Тайный друг. Мы говорим, выбери себе, пожалуйста, тайного друга на сегодня и узнай об этом друге все. Узнай о нем как можно больше и не выдавай себя, чтобы он не понял, что ты тайный друг. Завтра нового тайного друга. Вообще, эта игра классно подходит для целой группы. Есть еще вариант, как раз Новый год скоро. Называется она Тайный Дед Мороз или Тайный Санта в западном варианте. Она выражается в том, что у каждого ребеночка есть секретный получатель подарков, и он для этого получателя является Тайным Дедом Морозом. Он должен придумать какой-то свой подарочек и тайно положить этот подарочек так, чтобы человек забрал этот подарок. Очень интересная игра. Она подходит для старших дошкольников. Найди общий язык. Нужно найти партнера по интересам. Например, я хожу в бассейн, ты ходишь в бассейн, мы оба любим плавать. У меня есть кошка, у тебя есть кошка, у нас есть кошки, мы любим кошек и так далее. То есть такая достаточно простая игра, которая хорошо улучшает навыки коммуникации. Ну и еще несколько игр интересных покажу. Это игры, которые помогают корректировать групповое взаимодействие. Это уже игры, оно не сказать, что они из команды образования, из тимбилдинга, но они около того. То есть это игры, с помощью которых вы хорошо можете простроить групповую динамику в своей группе, либо в классе, если вы в школе работаете. Какие это могут быть игры? Например, игры, в которых задачу можно выполнить только вместе. То есть простейший вариант, когда у каждого ребенка в руках один инструмент. У одного только карандаш, у второго только бумага, у третьего только линейка, у четвертого только ножнички. Им нужно что-то сделать, например, из листа бумаги. Дальше это игры, в которых о чем-то надо договориться. И игры, которые помогают научиться решать конфликты. И вот две игры покажу. Они мною очень-очень любимы. И не просто потому, что они интересны, а потому, что они дают моментальный эффект. Вот есть игры, вообще есть методы работы, которые просто могут направить жизнь ребенка в новое русло. Вот лепешка, автор Гюнтер Хорн, психолог. Эта игра вот такая вот замечательная. Она помогает научиться вести себя в конфликтах и видеть разные модели социально приемлемого поведения. Есть набор готовый. Он стоит не очень дешево, потому что это авторская игра. Есть вариант, когда мы просто поле рисуем и фигурочки лепятся из пластилина. То есть, смотрите на картинку. Здесь есть разноцветное поле. Детки лепят фигурки и у каждого будет на этой дорожке свое поле, свой домик. И он также может попадать на чужие поля. Нужно пойти по этой дорожке от старта до финиша. И старт мы иногда называем хлев, как бы намекая на то, что это животное. Ну и да, игру персонажи, слепленные, начинают в виде разных животных, а заканчивают людьми. Но чтобы закончить игру человеком, нужно, чтобы кто-то на этой дороге перелепил твою фигурку в человеческую. Сам ты это сделать не можешь. Итак, ребенок попадает на чужое поле и хозяин этого поля к нему обращается с претензиями. Например, «Ах ты, слон, зачем ты сюда пришел и вытоптал всю траву на моей полянке?» Вот здесь слон может повести себя по-разному. Он может сказать, «Ну, потому что я есть хотел и вообще твоя полянка тут нет места». Он может сказать, «Извини, пожалуйста, я тебе сейчас посею новую траву». И вот хозяин клеточки может сам решить, что сделать с этим гостем. Его можно перелепить, его можно просто отпустить, довольствовавшись извинениями. А также, если гость очень вредный, зловредный и рассердит хозяина, его можно превратить в лепешку. На своей родной клеточке можно самовосстанавливаться. Таких клеточек несколько по дороге должно быть. И здесь часто в этой игре происходят очень интересные вещи. То есть дети сначала бушуют, они превращают друг друга в лепешки. И где-то в серединке игры до них доходит, что чтобы пройти всю игру и выиграть, тебя кто-то должен превратить в человека. То есть тут нужно уже налаживать хорошее отношение с другими игроками. И вот здесь ситуация в корне меняется. То есть буйные детки где-то после середины игры превращаются в очень вежливых человечков. И потом этот навык у них остается. Вот такая вот хорошая игра. Для 5-6 леток уже подходит. Они с удовольствием в нее играют. И вот эта игра для 6-7 леток и дальше. В принципе, в нее можно играть и со взрослыми, и с подростками. Достаточно сложная по правилам. Но 6-7 летки, они правила в играх любят, уважают. Поэтому я думаю, что справятся. Игра называется «Морской бой». У нас имеется море. Оно может быть нарисовано на листе бумаги. А также можно всю группу считать морем. И на ней будут острова. На море острова. На островах разные ресурсы. Придумывайте, что хотите. Там могут быть монеты, дерево, разнообразные фрукты, готовые лодки, собачки. Что хотите вообще делайте. У каждой команды несколько кораблей и одинаковое количество фишек силы. Любые фишки. Все это можно вырезать из цветного картона. Ну и корабли выбирают себе остров и плавают по этому морю. Но если корабли встречаются на одном острове, то они должны выбрать какую-то стратегию. Причем они сначала эту стратегию друг другу не говорят. Они шепчут на ушко ведущему и потом ведущий озвучивает. Какая это может быть стратегия? Экипаж корабля может захотеть сражаться. Он может захотеть договориться либо сбежать с этого острова. Ну и в зависимости от игры. Вот здесь табличку оставляю. Презентацию можно скачать. И в зависимости от игры и от выбранного решения люди получают некие результаты. То есть если решили постражаться, то выигрывает тот, у кого больше фишек на корабль поставлено и проигравший теряет все. И корабль, и фишки, и на острове ничего не получают. Тот, кто выиграл битву, он получает и вражеский корабль, и все фишки, и добычу с острова. Можно договориться тогда. Фишки корабля остаются у своих хозяев, а добыча делится поровну. Можно убегать, но если ты убегаешь от зловредного пирата, который лезет сражаться, то ты теряешь фишки, добычу тоже теряешь. Ну, в общем, у тебя сохраняется только корабль. А если пираты чуть-чуть подобрее и хотели бы договориться, но ты решил сбежать, а не договариваться, тогда сохраняешь корабль фишки, но добычу не получаешь. И вот здесь каждая команда игроков думает, а какой выбор им сделать на каждом новом раунде. Ну, и как правило, здесь несколько вариантов развития события. Не факт, что все придут к договору. Есть команды, которые предпочитают сражаться, есть команды, которые предпочитают договариваться. И по-честному, здесь те, кто предпочитает раз за разом договариваться, они чаще всего в конце игры получают больше. Вот такая вот интересная игра про жизнь. Ну, и, собственно говоря, это уже последняя моя иллюстрация к моей теме. Мне остается только пожелать вам успехов, на всякий случай оставить свои координаты. И, конечно же, я готова поотвечать на вопросы во вкладке «Вопросы пусто», но вы можете их задать сейчас в чате и в течение нескольких минут я еще на вопросы поотвечаю. Дмитрий, спасибо за вопрос. Тема тоже на целый вебинар. Стигматизация. Смотрите, отвечу. Это очень важно. В чем здесь стигматизация? Сейчас такая вот аллегория приведу, метафора. Представьте себе, что у вас в группе есть слепой ребенок, и вы ему говорите, вот ты вообще прекрасный ребенок, только ты слепой. Давай ты к завтрашнему дню будешь зрячий, и все будет хорошо тебе, все будут любить. Нереально? Нереально. Но когда ребенок с СДВГ, и ему говорят, давай ты завтра будешь вести себя хорошо, это примерно про то же, потому что дети с СДВГ очень хотят себя вести хорошо и быть милыми детьми, но их психическая организация им не дает это сделать. Поэтому, когда ребенок сталкивается вот с таким отношением к себе, то есть люди считают его хулиганом, они не понимают, что это особенность его психики, и его обзывают хулиганом, разнузданным, невоспитанным и так далее, примерно к подростковому возрасту, ко всем проблемам с СДВГ, нелеченным, кстати, добавляется еще и крайне низкая самооценка, попытки уходить в саморазрушающее поведение, наркотики, алкоголь, игры и так далее. И в конце концов, дети с СДВГ, кстати, они изначально достаточно дружелюбны, но если долго вот это продолжается, то они уходят, вот там агрессии прямой не бывает. Там бывает агрессия из-под тяжка, причем такая очень жестокая. То есть они становятся очень жестокими и как бы свои эмоции притупляют, чтобы не сильно чувствовать вот это вот разочарование в мире. Вот, поэтому Дмитрий и все остальные коллеги... Тоже прекрасный вопрос. Смотрите, если мы возьмем вообще разные контексты, то, например, в жарких африканских странах ССДВГ это будет вообще преимущество. Вот, ну там, где люди бегают за зверями, да, и догоняют их, то СДВГ будет преимуществом где-то. В западных странах СДВГ чаще всего лечат, ну вот здесь препараты не могу называть, но чаще всего нейролептики седативные, вот такие вот вещи, и его просто лечат как психическое заболевание. Вот, у нас сейчас такой переломный момент, когда мы наконец-то увидели эту проблему, и все больше и больше людей, педагогов, неврологов склоняются к комплексному подходу, когда в дело входит врач-невролог, да, назначая какие-то препараты, причем это не седативные и нейролептики, когда входит нейропсихолог, хороший психолог, педагог и осведомленные родители. Вот это уже ситуация успеха. Спасибо за второй вопрос. Первая стратегия – это, безусловно, любить, а вторая стратегия – это ставить границы и нормы, то есть здесь, коли у ребенка с волей и планированием плохо, тогда мы даем ребенку какие-то инструменты, которые ему помогают. То есть это могут быть чек-листы, это могут быть будильники-напоминалки, визуальные какие-то планировщики, много чего еще, то есть наша задача – ребенка любить бесконечно, принимать и помогать ему постепенно учиться контролировать себя и планировать. Опять-таки тема на целый вебинар, но обратите внимание, Татьяна Викторовна сказала, что записи есть, и вебинар про СДВГ я уже читала. С СДВГ очень сложно, но опять-таки вернитесь к этому вебинару, очень сложно, потому что это состояние, которое не дает инвалидности, там чаще всего и ПРА нет, инвалидности нет, ну и раз этого нет, тогда индивидуальных маршрутов нет, индивидуальных каких-то режимов нет, а дети в этом очень сильно нуждаются. Поэтому здесь уже по-разному. Кто-то принимает во внимание, обычно, ну вот по опытам Екатеринбурга, я в Екатеринбурге живую работаю, а у нас есть несколько частных школ детских садов, которые принимают детей с СДВГ и создают им условия. Вот. Возвращайтесь к вебинару про СДВГ, там тоже очень много информации. То же самое, давайте я вас отошлю к вебинару про СДВГ, потому что там тоже есть эта информация, и там я точно говорила про врачей, медицину, и даже есть характеристики групп препаратов без называния конкретных препаратов. Вот. Кроме СДВГ есть еще вопросы? Ну, раз тишина в эфире, раз в эфире тишина, тогда я буду заканчивать. Спасибо вам большое за внимание, за ваши вопросы. Как всегда, было с вами очень хорошо. Все темы, про которые говорили, учту. Я думаю, что эти темы у нас появятся. Всего доброго. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok